окей ребята вот такая проблема потихоньку шабрил шаублин и шабровка вот этих ласточкиных хвостов да под углом требует хорошо заточенного шабера хоть большого хоть маленького к сожалению не могу себе позволить специальные шаберные пластины фирменные заводские мои пластины довольно мягкие наверное какой-нибудь вк-8 или вк-10 ну как мягкие просто довольно быстро тупятся где-то два-три прохода и режущая кромка начинает уже блестеть вот этот маленький шабер да и сделаны из китайского сверла по кафелю с приваренная ручка от отвертки это мне кажется более стойкий чем мои пластины короче приходится часто точить и как бы это не показалось странно у меня до сих пор нет хорошего алмазного заточного станка или точила вот таким я пока пользуюсь это самодельный станок там циркулярная пила отрезной и вот этот вот алмазный круг чашка да ну сейчас стоит альбор но есть как бы и алмаз но довольно крупный но зернистостью 180 но для лицов еще пойдет до для большого станка а для шабера крупного получается очень грубая за . и при шабрении остаются риски вот так вот я вручную затачиваю и конечно качество заточки оставляет желать лучшего нужно ловить угол пробовал затачивать также алмазной пастой на прийтире алюминиевым но такую брал 10 7 но она тоже как бы крупного ты шлифовка получается матовая надо там вообще брать 0 1 наверно пост чтобы заполировать режущую кромку ну и конечно тоже это все долго утомительно требует определенного навыка потому что можно просто затупить испортить кромку короче на решать этот вопрос и делать алмазная точила нормальная вот давно уже валялась такое точила китайская маленькая для 125 или 150 их кругов и заказал в китае вот такие вот еще алмазные круги не чашки как тарелки вот эту всю шляпу мы конечно выкидываем все эти шайбы втулки защиту я тоже решил не ставить чтобы она не мешалась так что все берем это складываем в кучу и откладываем в сторонку но алмазные заточные станки должны иметь минимальное биение и поэтому вот эти посадочные шайбы должны выполнены быть довольно точно иметь минимальное биение наточили нету тоже вот этой левой гайки с левой резьбой купить ее нереально так что придется выточить самодельную ну и зацените биение торца от этого вала двигателя капец просто некоторые может не знают но вот эти центровые отверстия центровочные да их вообще нельзя брать за базу потому что сколько я видел точил нигде центровочные отверстия не соосны с посадками подшипников и посадками кругов для меня как бы вот даже такие простые вещи проще спроектировать и подогнать какой-нибудь программе до компасе или solidworks и получается все равно быстрее чем подгонять реальные детали на станке каждый раз перетачивая или подтачивая их а тут сразу как бы визуально проверяем чтобы все сходилось и получаем сразу 3d модель которую можно потом дорабатывать и сразу чертежи ну допуски тут плюс минус полмиллиметра единственный точный размер это посадочные концы вала двигателя да вот это китайского точила вообще овальные у них диаметр меняется когда их меряешь на на три сотки поэтому я выбрал такую посадку с натягом то есть минимальный натяг будет одна сотка максимальной 4 точить будем из дюрали нагрузки там можно сказать никакие дюраль все-таки почти в три раза легче чем железо поэтому даже с биениями вибрация будет поменьше а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Подровнял торцы вала двигателя и запрессовывать будем на токарном станке. Как я уже говорил, натяг от 1 до 3 соток, так как концы овальные. Ну, в среднем получается 2 сотки, да? Ну, для алюминия такой натяг небольшой и он легко продавливается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверяю на просвет, чтобы шайба дошла до уступа. Ну, давайте проверим, какие получились биения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА умудряются шлифовать овалы для меня это загадка но я решил с этим не бороться оставить так потому что чашки алмазные тарелки будут работать своими торцевыми поверхностями но сейчас увидите что с этими китайскими корявыми тарелками это делать бесполезно и так биение моих оправок где-то ну укладывается в одну сотку то есть на диаметре 120 миллиметров соответственно будет там ну 2 ну пусть три сотки и вот я поставил тарелку и видим что биение торца круга до составляет вообще больше десятки то есть сами чашки настолько кривые это кривой вот этот самый алмазный слой коричневый вот эта керамика не симметрично не систематически вот такие биения достигают одной десятки то есть сам алмазный слой вот эта поверхность до рабочая имеет имеет бугры и провалы так что не рекомендую вот эти тарелки дешевые китайские китайцы посылают их просто в пакетике вот обе тарелки пришли со сколотыми краями я замазал их пока супер клеем не знаю расколется тогда выброшу а пока будем искать нормальное ну и вот еще корпус вот этого точила нижнее основание отлит из такого тончайшего силу на толщиной наверно полмиллиметра что у него вот даже прикрученная к станку жесткость вообще не какущая то есть скорее всего придется переделывать еще и основание и тут нашел такую стальную плиту да где толщиной 5 миллиметров когда-то шлифованную теперь вот в таком плачевного состояния ту сторону я уже очистила вот она была вся вот такая и короче появилась идея собрать типа станка здесь закрепить точила и вот такую вот поворотный стол от usp сейчас давайте почистим эту плиту хорошенько зальем этим преобразователем ржавчины а потом я расскажу что я задумал еще раз убеждаюсь что вот эти вот преобразователи да на основе там ортофосфорной кислоты щавелевой да тоже самый цинкарь с добавкой солей цинка вы все преобразователи это полная дрянь и они не оправдывают своего названия по крайней мере вот в нашей области до металлообработки небольшой неглубокий налет ржавчины да они проникают или нейтрализуют возможно но с такой рыхлой глубокой ржавчиной они не справляются образуется отвратительная поверхность которую в конце концов все равно придется очищать механически почему пятна как ты думаешь прилегала потому что неплотно и раствор там есть наверно не было раствора природа того как этот тонкий слой так это знаешь покрытие я думала там проел а все это вроде как оцинковался даже судя по цвету да ну ферме короче не очистить не очистила и не так как не очистил она вся такая ржавая была но толку-то все равно это все сдирать придется вон коржавчина и так бы отошла хоть водой залеешь но сейчас да да все равно проволочкой надо все ферме пыль-то точно канцерогенная дыши клубы потом разберемся с этой что делать с этой плитой может просто тупо покрасить да и все в общем идея такая поставить вот сюда точила давайте его включим сейчас проверим но только с шайбами с этими соправками и гайками вибрация вообще минимальная то есть никакой балансировки не надо а сейчас поставим тарелки и попробуем с тарелками вот сразу появилась небольшая вибрация особенно на резонансных частотах но тут я уже не знаю что можно сделать эти круги конечно можно поправить но там уже править нечего не настолько тонкий там слой начнешь там править алмазом и весь этот алмазный слой срежешь как составим пока так и вот такая идея очень поставить вот так точила да прям на плиту суда вот такую поворотный стол маленький от usb и закреплять в нем шабер точила нужно поднять повыше и вот так вращательными движениями можно заправлять шабер на но какие там стандартные радиусы там 90 140 миллиметров и так далее но такая идея продолжим и заниматься а на этом пока все всем пока а и Продолжение следует...